Это обращение о Путина с разницей в год. Я положение в Донбассе. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар. Геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Надеются только на нас с вами. Начиная с 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке. Боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов. Нескрываемый ненависти со стороны киевского режима, верил и ждал, что Россия придет на помощь. Для лидера Кремля ничего не изменилось. Запад по-прежнему главный враг. Украина усеяна нацистами, а Россия луч надежды. Единственная, кто спасет Донбасс. Только спасение это специфическое. За год так называемой спецоперации путинская армия разрушила Мариуполь, Углидар, Попасную, Северодонецк, Бахмут, Солидар, Авдеевку. И это лишь сокращенный список. Некоторые села, например, Богородичное, полностью стерты с лица земли. Десятки тысяч людей убиты, сотни тысяч остались без своих домов, либо вынуждены скитаться по миру, не имея пока возможности вернуться домой. А когда обстрелы, что вы делали? В подвале. Да. Боялись? Это эпицентром. В городе Костянтиньевка задано обстрел. Есть загибли цивильные особи, есть поранены. Муж у меня там погиб на кухне, привалил. Но все это не мешает Кремлю вновь и вновь говорить о геноциде населения Донбасса, намеренно отделяя регион от остальной Украины, подчеркивая его инаковость. Есть ли основания для такого разделения или оно создано искусственно, и кто в действительности виновен в разрушении региона? Разбираем в этом видео. Россия! 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 Донбасс – это Россия. Донбасс никто не поставит на колени. Донбасс корнит всю Украину. Все эти лозунги в разных вариациях активно использовали сторонники России с начала локального конфликта в 2014 году. Сейчас кремлевские прокси продолжают настаивать на некой особой судьбе региона. В то же время, по словам историков, утверждение об обособленности Донбасса от остальной Украины – иллюзорный миф. На Донбассе не существует какой-то отдельной религии, например, которая бы потребовала независимости. На Донбассе нет отдельного этноса, на Донбассе нет отдельной культуры, отдельной науки. Штучность подела Донбасса от Украины – это абсолютно российский фактор, который начали раскручивать с начала влияния российской политики на территории нашей державы. Промышленный регион начали развивать в конце 19 века иностранные компании, а Российская империя тогда находилась в глубоком экономическом кризисе. После создания Советского Союза Донбасс решили превратить территорию, где можно вырастить истинного советского человека, который будет жить как рабочий и параллельно станет носителем общей для всех русской культуры. Но этот план сорвался. Донбасс оставался украинской территорией. Все спроби русификации Донбасса и создания там советской людини, этот эксперимент не удался. Он провалился. Потому что именно в 80-е, 90-е годы донбасские шахтары, шахтары из Донецка, они вышли на улицу, протестующие против засилы радянской влады. И именно шахтарский чинник был одним из тех, что развалил Советский Союз. Тем не менее, Россия не забыла о Донбассе. В конце 90-х влияние Москвы на регион усилилось. Тогда начали создаваться нарративы об особой исторической земле. По словам исследователей, в Москве просто нужно было создать буферные зоны для влияния на другие государства. Россия создает как раз такие буферные зоны, где Приднестровье, Абхазия, Осетия, где создаются конфликты. И, конечно, им было интересно создать на какой-то украинской территории конфликт, для того, чтобы впливать на решения те, что и другие Украины. В этом регионе он не больше не полезен, потому что он, по сути, стал фронтом и политичным, и экономичным с Российской Федерацией, которую Донбасс и все его элиты использовали для того, чтобы входить в Украину. Именно создание конфликта, по мнению политологов, основная причина, для чего России нужен Донбасс. С этой целью, как политические проекты, создавали сепаратистские республики. Они создали две сепаратистские республики, так называемые ДНР и ЛНР. Пытались использовать их как стратегию троянского коня, через Минские соглашения, как бы взять под контроль всю остальную Украину. А вот эти две республики, так называемые, должны были быть инструментом для реализации этой стратегии. Не получилось, сорвалась эта стратегия. И когда Путин понял, что это не сработает, он решил переиграть. То есть мифическая защита Донбасса, его навязанная пропагандой, чужесть остальной Украине, стала формальным поводом для начала большой войны. Их Донбасс, я думаю, абсолютно не интересует. Мы сейчас видим, какие разрушения городов на Донбассе, что сделали с Мариуполем, что они сделали с другими городами, сейчас с Бахмутом, что происходило с Северодонецком, ну и другими городами, которые они якобы освобождали. Они их разрушали. Это тактика выжженной земли. Их не интересует Донбасс. И вот этих людей, которые живут в сепаратистских республиках, они используют как пушечное мясо. В первую очередь, как бы, их бросая в эту мясорубку войны, а потом уже своих солдат. Поэтому Донбасс их интересует только лишь как повод и инструмент, повод для войны против Украины. При этом, если территориально и исторически Донбасс с Украиной единое целое, то, по мнению политологов, некая специфическая региональная ментальность там все-таки есть, как и в любом другом регионе, будь то Львов, Одесса или Полтава. Но это не означает противопоставление себя остальной Украине. Региональная идентичность – это не идентификация себя с Россией. Например, даже у команды Янукович, у многих вот политиков из партии регионов, при всем при том, что у них была проявлена вот эта специфическая донецкая, как говорили, ментальность, самоощущение себя, как вот особой такой вот региональной касты. Но у них же были амбиции общеукраинские. Они себя от Украины не отделяли. Поэтому вот признание самого факта некой особенности, специфичности, ментальности жителей региона. Это не означает, что это что-то противоположное, например, идентичности украинской. Тем не менее, 9 лет оторванность от Украины все же повлияли на людей, которые живут на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Донбасс не стал каким-то особенным регионом, несмотря на заявления Кремля. Но, по мнению экспертов, все же потребуется большая работа для его реинтеграции. По словам политологов, чтобы начать этот процесс, достаточно возвращения контроля над Донецкой и Луганской областями. Ну а после потребуется особый переходный период, постепенная и системная политика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова